Привет, дорогие мои друзья! Сегодня в рубрике «Хорошо забытое старое» я расскажу о ролике, который совершенно незаслуженно забыли. Наверное, имеет смысл рассказать, почему я на нем такой злой на всех. Вскоре после того, как был избран 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, он начал проводить, как и обещал, нативистскую политику. Что значит нативизм в американской истории? Это значит, что он был не первый, я думаю, может даже и не последний. Это, ну, очищать нацию от пришельцев. Чистая нация, здоровая, белая, арийская, призванная управлять миром. В первую очередь, живущая для самой себя. То есть, конечно, многие это подразумевают, политики здесь. Но он строил всю свою кампанию на этом. Все, что вот можно разбудить в людях низменное, не то, что объединяет, а то, что разъединяет, он очень ловко использовал. Субтитры создавал DimaTorzok Я был зол на все и на всех по многим причинам. Во-первых, настолько быстро Америка изменилась на глазах буквально. Вот все то, что мне в ней нравилось, привлекало. Вот это, некоторые формы свободы, терпимости к друг другу. Все это стерлось за какие-то несколько месяцев. Буквально ночные рейды, облавы были на этих несчастных мигрантов. Не только таких, как я, а тех, кто действительно пахать сюда приехал. Их просто вылавливали прям с работы. Ну, потому что вы вошли ко мне, не сняв пальто. Я понял, сестры пастора с детишками не нашли. Не нашел. В этом иммиграционном бараке мне удалось создать подпольный комитет. И с помощью, чему я, кстати, очень горжусь, с помощью одного саудита, араба, парня из страны, странным названием Табаго, Тринидад и украинца, мы подняли там бунт. Мы подняли там бунт и держали барак несколько часов. Но это было, на мой взгляд, мне нравится, потому что это было прекрасно организовано. Если бы у нас было оружие, мы бы просто бились с ними насмерть. Настолько хорошо получилось все организовать. Разумеется, менты отследили, все по камерам провели короткое следствие и нас четверых раскидали в разные отсеки. Американские тюрьмы поделены на отсеки, там по два этажа, по шесть камер на каждом. А иммиграционный барак был огромной, большой, неразделенной площадью. Типа более мягкий режим. И, конечно, там поднять бунт было достаточно просто. Я наткнулся, здесь целый лагерь, блядь, бомжей. И это просто охуенно. Они здесь живут, блядь. Сейчас меня могут завалить, а могут угостить обедом. Понимаете? Я из России. Это просто так разное. Я не буду получать твои глаза. Нет, мы не хотим камеру. Окей, нет камеры. Я не капец. Вы можете услышать в моих... Ну что, блядь. Бомжары, нахуй, меня выпиздили. Сказали, выключай, нахуй, свою камеру. Здесь частная собственность. Хоть и бомжары, но они оказались американцами, блядь. А я... Что я? Я сказал, что если бы у меня было 20 долларов, неужели вы, идиоты, думаете, я бы ходил здесь пешком со старой GoPro, блядь. И вот нас всех в разные уголовные отсеки раскидали, чтобы мы не могли, ну как бы, еще повторить, попробовать. И тут я просто офигел. Это такая была местечковая тюрьма в деревне. Все вот эти белые, которые там сидели, тоже расисты такие тромпические. Тупые, короче. Ну кто там может сидеть в деревенской тюрьме, хулиганье всякое, бестолочи. И тут... А тут, по сравнению с мигрантами, да это они мусор. Потому что, знаете, вот все эти мигранты, ну, просто это форма отбора. Пересечь океан для кого-то, получить визу американскую, найти денег на билет. Или перейти пустыню, перелезть через забор. Это все непросто, и не каждый на это способен. Поэтому все эти мигранты, они на своем... Ну, они уже какую-то форму отбора прошли. А эти здесь родились на все готовое, еще тупые, неграмотные. Едет поезд, он как раз в сторону аэропорта, а не в сторону даунтауна. А там по пути могут быть как раз прикольненькие местечки. Вот. Ну, я воспользовался возможностью, я был очень продуктивен. И я все, что записал, все заметки по книге Иса, я практически первый, там, клав-10, мне удалось собрать первый черновик. Осталось его редактировать. Моя жена в это время искала деньги, чтобы меня выкупить, потому что судья позволил выйти мне под залог в пять тысяч, а пяти тысяч не было. Вот. И я спокойно наслаждался тем, что писал. Никогда более я продуктивным не был в области писанина, чем в той тюрьме. Вот. Ну вот, я приехал на В-65 Лорейн. Здесь народу поменьше, поспокойнее. И самое главное, следующая станция тоже спокойная, можно будет легко спрыгнуть и не попасться. Поэтому, наверное, попробуем сработать отсюда. Остается там буквально мне чуть-чуть дописать. А мне повезло, мне дали одноместную, двухместную камеру, я в ней сидел один. И так же все американцы. И тут сажают какого-то нового, и он, короче, он, короче говоря, черный. И как раз в мою хату. А я не хочу никого. И я сел на пороге, короче, камеры. И говорю, нет, никто здесь жить не будет. Куда хотите, туда его селите. Мне пофигу. Я не осужденный, я, короче, задержанный иммигрант, так что вы не имеете права, короче. Я знал, чем это кончится, изолятором, скорее всего. Но я надеялся, что в изоляторе я опять окажусь один, в одноместной камере. Я просто не смогу выходить туда на общую площадь, ходить в библиотеку, на прогулку. Ну и пофигу. Я уже ждал, что вот-вот жена получит деньги. Разумеется, меня кидают в изолятор. Писано, нельзя спускаться, потому что будет хуёво. Как же нам запрыгнуть на поезд, если мы не будем спускаться? Да никак. Правильно? Никак не запрыгнуть нам на поезд. По рельсам, туда, где я надеюсь спрятаться, инструктор будет с разведшколой, мне голову оторвал, нахуй. И потом ночью тянут на суд. Суд такой, типа местные их не там шерифы собираются, те, кто охраняет тюрьму. Почему ты так поступил, вот туда-сюда? А мне ещё нельзя допустить, чтобы это дошло до судьи, потому что вдруг отменят мой этот или просто сразу депортируют к чёртовой матери. И я знаю, на чём их брать. Я им говорю, вот, короче, у меня такая проблема, я не хочу с чёрным человеком сидеть. Я не против того, я не хотел нарушать правила, но я не хотел, чтобы чёрного ко мне сажали. И я вижу, они не могут выразить в словах одобрение, но я вижу по их рожам, что им мой ответ нравится. Всё же записывается на камеры. Главное в таких адреналиновых играх, это представлять, что вокруг вас не реальность, а как, ну, как виртуальная реальность. То есть вы как будто в компьютерной игре, иначе хлопнуться в обморок от переизбытка адреналина, блядь, очень легко. Но с другой стороны, если расслабиться и, блядь, пропустить эти волны адреналина через себя, это довольно приятно, блядь, и совершенно безвредно для здоровья. Кажется, поезд едет, точно. Зацепиться зацепился, но, блядь, здесь машинист, и он меня может видеть. Так что на следующей станции могут нас встречать. Попиздёхали, блядь. С ветерком. Едем, блядь! Едем, сука! Надеюсь, обойдётся без ведущих. Они говорят, ну, вот, так нельзя, пятое-десятое, тебе не гостиница. Ну, я говорю, да, извините, вот так вышло, короче. И вместо 30 суток, положенных за такое родное нарушение, я получаю 7. И, конечно же, меня перекидывают в изолятор. Ну и прекрасно. Я опять со своей писаниной 2-3 дня. Всё замечательно. Рука затекла, схватился второй. Всё-таки надо ещё хорошую физическую подготовку иметь для таких приключений. И тут, блин, подкидывают ко мне. Приходит один из этих шерифов, говорит, ты точно сказал, что только с чёрными не хочешь сидеть? Или ты с любыми будешь быковать? Я говорю, не-не-не, только с чёрными, туда-сюда, уже чувствую, к чему идёт. И бах, ко мне сажают мужика, который, короче, вообще они не имели права. Чувак идёт по статье «Организованная преступность». Он уходит там через несколько недель этапом в тюрьму ФБР, короче, там такое-то серьёзное. Я вижу, когда человек долго сидел в тюрьме, много лет, я вижу таких людей. Они легко определяются. Главное, чтобы сейчас машинисты, которые меня выкупили, не вызвали ментов. Я уже подхожу к станции, поэтому сейчас, ребята, мы будем бежать, как с зайцем. А вот и наша остановка, ребята. А вот и наша остановка. Пиздуем. Преследует или нет, я не знаю, вам виднее. Но пиздуем. Серьёзный такой белый чувак. Я много от него научился, но вот это неудобство, знаете, американцы, они же создали вот эту всю индустрию, где из цыплят, поросят, коров делают просто какие-то детали. То есть фермы превращены в промышленность. То есть они знают, как сделать такую клетку, чтобы вот только крыльями чуть-чуть пошевелил, и всё. И жирел. Вот такие же тюрьмы. То есть если сравнивать с советскими тюрьмами 90-х, кормят хорошо, да, кормят отлично. Но в такой вольготности движения свободы ни хрена нету в американской тюрьме. Там как раз всё сделано, чтобы чикен побыстрее разжирел, и клаустрофобия. Наше тело вырабатывает гораздо более, блядь, качественные, чистые. И что самое прикольное, бесплатные вещества. Фух, допамины, норадреналин, господи. Счастье-то какое. Этот мне первый, он заходит в хату, этот чувак, и первое, что он мне говорит, слушай, когда ночью будешь вставать, ссать, смывай, не стесняйся, что меня разбудишь. Лучше разбуди, чем я утром встану, и там будут саки, короче. Вот так, это вместо здрасте, я сразу понял, что этот чувак уже в камерах провёл очень много времени. А вон товарняк, вон товарняк, давайте отследим, если что, это место мы запомним. Всё, ребята, вот он товарняк, ну, блядь, я не готовился, перчаток нету, сука, дурдом. Идёт довольно швыдкано. Ну, вскоре меня жена выкупила, и опять начались эти суды, только теперь уже меня не с камеры гоняли, а из дома. Причём эти суды продолжаются до сих пор, это уже много лет длится издевательство. Но сейчас, благодаря тому, что вскоре после того, как я вышел, начали организовываться анархисты, чёрные, и мы... Получилась возможность поучаствовать в большом уже бунте, уже не в камере, а на воле против этого негодяя Трампа. И в конце концов удалось его вышибить на выборах просто. Он такой гордый, он такой самовлюблённый чувак, а тут ему мордой так, короче, удалось макнуть туда, куда он макнул многих. Поэтому сейчас я не такой злой на Америку и более спокойный, и к своей судьбе более спокойно отношусь. А тогда это была просто ненависть и ярость. Вот в это время я и записывал этот ролик. Подняли по тревоге ищем радистов. Да, быстро сработали. В общем-то, довольно наивно, хотя, в принципе, правильно, если иметь дело с дилетантом, не знающим Германии. А я знаю Германию. Хвостун. Почему? Не хвостун. Если бы я не знал Германию, я бы повез Эрвина здесь, а я отвез его через Найкёль. Молодец, Штирлиц. Может быть, хотите взглянуть в багажник?